Здравствуйте! В эфире телеканала Север программа «Актуальное интервью» в студии Любовь Пермякова. В Наринмар прибыла глобальная парусная экспедиция «Сибирь-Антарктика-Сибирь». Сегодня у нас в гостях капитан «Яхты-Сибирь» Сергей Шербаков. Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Радует вас в студии, тем более в Наринмаре вы у нас впервые. Впервые. Поделитесь впечатлениями. Ну, первоначально я вообще никакой информации не обладал, потому что мы и не планировали заходить в Наринмар, но судьба вот так распорядилась, что мы здесь. Ну и я счастлив в своей судьбе. То есть, честно говоря, вот слышал, еще песня с древних времен была, вот городок, да-да-да, но он сейчас действительно меняется, да все северные города меняются, что Салихарт, потом там Хантамансийск по северу, Наринмар, Архангельск. Конечно, очень здорово наряду вот с тем, то, что у нас от Советского Союза осталось, там бараки и так далее, они хоть как их не обшивай сайдингом, они остаются бараками, но уже новое именно строительство, оно впечатляет, молодцы. Стартовала экспедиция в прошлом году, 7 июля, откуда? Из Омска. То есть, яхта «Жемчужина», яхта «Сибирь», это омские яхты, мы их сами построили. То есть, я вот «Сибирь» сначала нарисовал на бумаге в 1987 году. Ударили по рукам, первоначально 5 человек, потом через человек 20 прошло во время строительства, потому что кто строит, тот идет. Главное правило, вот, вливание в экипаж. 10 лет строили, то есть, в 1997 году, 31 мая, вот, мы спустили яхту «Сибирь» в яхт-клубе, на РТШ, в Затоне Зеленого острова, вот, и с тех пор вот ходим по морям и океанам, ну, для меня это уже сейчас 97, ой, 97-я навигация, вот, то есть, я тоже начинал в детской спортивной школе заниматься парусным спортом, вот, ну, и потихонечку, потихонечку, все шаг за шагом, сразу все не получается. Маршрут экспедиции, вот, вкратце можете его рассказать? Да, маршрут глобальный, первоначально планировался как кругосветная парусная экспедиция «Сибирь-Антарктика-Сибирь», потому что мы стартовали из Арктики, то есть, мы стартовали из Западной Сибири, причем с юга Западной Сибири, и чтобы нам выйти в океан, а единственный выход у нас это в Северный Ледовитый океан, надо пройти по Иртышу, Адби, Апской Губе, 4000 километров. И вот из Омска 7 июля мы стартовали, прошли 4000 километров по речкам, вышли в Карское море, потом зашли на Диксон, поскольку планировалось, что в Диксоне именно будет замыкаться кольцо кругосветной экспедиции. Мы с Диксона, потом 9 августа уже в пополудни глава администрации пустил ракету в знак старта вот этого кругосветного путешествия, и мы ушли уже на Запад, повернули, значит, западный участок Северноморского пути, дошли до Меломоро-Балтийского канала, то есть, ну, до Соловецких островов, вместе с яхтой «Жемчужина». Вот здесь она должна была повернуться назад, это для нее, как бы, она и сопровождала Сибирь, и для нее самостоятельное дальнее спортивное плавание. А мы через Беломоро-Балтийский канал прошли до Санкт-Петербурга, там получили уже еще дополнительное наставление от правительства Санкт-Петербурга, и 3 сентября стартовали дальше. Как говорится, прорубив окно в Европу, Петр Первый, ну, способствовал и нашей экспедиции, поэтому мы ушли, через Европу, через Ла-Манш, вышли в Атлантический океан, и вниз, на юг, на юг, на юг прошли, ну, во-первых, европейские страны, Канарские острова, это Испания, острова Зеленого мыса, эта страна сейчас Кабе-Верде называется, Бразилия, Уругвай, Аргентина, Чили, до самой южной точки Южной Америки, и оттуда мы пересекли пролив Дрейка, это самый широкий, самый глубокий, самый опасный пролив в мире, у него глубины там до 5 километров, ширина менее, ну, в самом узком месте 600 миль, вот, то есть пересекать его надо несколько дней, а пересекает его только между циклонами, вот, парусной яхты, потому что это даже не обогнуть мыс Горн, потому что мыс Горн находится в самом начале, именно пролива Дрейка, это намного сложнее, но мы решили эту задачу, правда, ценой того, что, в общем-то, сломались, у нас пошла вибрация, потому что там включать надо двигатели, паруса, чтобы мне многие-многие мореплаватели, которые ходили через пролив Дрейка, то есть я, естественно, получал все эти консультации, там говорили, что надо все включать, и как можно быстрее, чтобы успеть между циклонами, мы немножко не успели под конец, то есть трое суток у нас была хорошая погода, на четвертые она испортилась, и, в общем-то, мы дошли до станции Беренцгаузен, полярные станции, но нам требовался ремонт, нам надо было подняться на берег и ремонтировать валовую линию, потому что она пришла в такое вот почти негодное состояние, и поэтому мы уже рассматривали вариант зимовки там, ну а маршрут у нас, потом с Беренцгаузена мы хотели выйти уже в Тихий океан, пришли с Атлантики, вышли в Тихий, поднялись вдоль Южной Америки, Северной Америки, до Беренгового пролива, и домой через восточную часть Северного морского пути, опять в Абскую Губу, Опер, Тыш и дома. Вроде вот очень такой интересный маршрут, я этот маршрут впервые вот на яхте Сибирь прошел, не весь, не такой, в 2000-2001 году, но в обратную сторону. То есть мы из Омска вышли на восток, прошли до Беренгового пролива, потом Тихий океан, но там мы через Панамский канал, Европа, в Мурманск, из Мурманска, западную часть Северного пути, и в Омск вернулись. А сейчас это намного сложнее, во-первых, потому что двигались мы не с запада на восток, а с востока на запад, а у нас вся циклоническая деятельность на земле идет наоборот, в обратную сторону. То есть если мы тогда двигались как бы по ветру, сейчас против ветра, против движения земли, даже самолет из Омска в Москву летит дольше, чем из Москвы в Омск. Что уж говорить про яхту. Поэтому этот маршрут сложнее. Вот он у нас планировался. Но поскольку мы сломались на Беллинсгаузене, мы искали выход отремонтироваться или зимовать. Зимовать очень не хотелось. В это время туда пришло судно, научно-экспедиционное судно, Академик Трешников, Росгидромета, которое оно регулярно, каждый год совершает эти рейсы, и завозит туда полярников на следующую зиму, и собирает полярников с наших станций, чтобы их привезти домой. Ну и вот это судно оказало нам такую услугу. И они забрали нас со станции Беллинсгаузен, и мы планировали пересечь назад пролив Дрейка, в любом порту выгрузиться, отремонтироваться, и дальше продолжить кругосветную экспедицию. Но вот здесь как раз вмешалась пандемия, и ни одна страна, начиная с 20 марта, то есть мы пришли на Беллинсгаузен 18 февраля, 4 марта туда пришел Трешников, 7 марта он оттуда ушел, мы как раз 7 марта погрузились, а к 19 марта мы только дошли, вот как раз Южная Америка, и в Ругвай у него была первая остановка, они хотели нас выгружать, но с 20 марта все закрылось. Ни Уругвай, ни Аргентина, ни Бразилия, ни любая другая страна, в том числе и Россия закрылась, для всех внешних связей. Поэтому мы вынуждены были просить руководство и Росгидромета, и АНИИ, это институт Арктики, и Антарктики, хозяин как раз Трешникова, чтобы нас довезли до, хотя бы в Европу. Откуда мы могли бы уже без остановок, потому что ни одна страна не принимает, дойти до родных российских берегов. И нас в центре Балтики выгрузили, это напротив Балтийска, там где-то это в российских экономических водах, за 200 миль от берега надо выгружаться, не ближе. И мы 500 миль дошли до Питера, и это прошло, пришли в Питер 22 апреля, ну везде карантин, мы яхту подняли, и улетели в Омск на два месяца, то есть вот карантин провели, ну и теоретически, и что могли, практически там готовились. И вот 1 июля вернулись в Санкт-Петербург, команда подготовили яхту, 9 июля, вот уже этого года, мы вышли из Питера, вот, дошли до, опять Беломоро-Балтийский канал, то есть мы возвращаемся не с другой стороны земли, а тем же самым путем. Поэтому экспедиция уже не кругосветная, но глобальная, из Арктики в Антарктику, до потом назад, вот, а все это ради того, чтобы поздравить полярников с 200-летием открытия Антарктиды, русскими мореплавателями. Здесь у нас, это очень важно, мы на это получили президентский грант, два президентских гранта, то есть это демонстрация российского флага, это общественная дипломатия, поддержка соотечественников за рубежом, то есть, но больше они нас поддерживали, это вот очень отрадно, и вообще за рубежом, и к России, и иностранцы относятся, очень уважительно, кто-то любит, кто-то ненавидит, но, во всяком случае, я такими не встречался, они к нам не подходили, но, наверное, есть, но никто не сможет худого слова сказать, вот бросить в Россию, как бы вот так, безнаказанно, вот, это отрадно, и, в общем-то, мы эту миссию выполнили полностью, именно общественной дипломатией, и сейчас, когда вот по северу идем, здесь же вот яхта, жемчужина, она когда повернула назад, она в Белом море сломалась, и в Архангельске она зазимовала, и судьба так сложилась, что мы, во-первых, зашли в Архангельск, мы тоже не планировали туда заходить, воссоединились с яхтой жемчужина, и назад пойдем опять вместе, но и по маршруту, который уже разработали, вот Глеб Плетнев разработал этот маршрут, и яхта жемчужина, именно патриотическая направленность, то есть возложение венков в места гибели советских кораблей, это очень здорово, мы с готовностью к этому присоединились, и сейчас уже вот с этой программой идем, участвуем, и встречаемся с людьми опять, то есть, ну как, у нас это как раз заложено, и патриотическое направление, сохранение исторической памяти, ради этого мы и за границей, и везде пропагандируемый российский флаг, и то, что российские мореплаватели открыли Антарктиду, вот это здорово. У нас теперь и наш флаг появится. Да, и кстати, в каждом регионе, вот когда мы шли в Антарктиду, нам вручали флаги. Уже такая традиция стала, да? Ну да, свои флаги регионов, что мы их принесли в Антарктиду, мы их туда пронесли, там все сфотографировали, и сейчас будем вручать уже вот Салихард, Хантамансийск, Тобольск, вот туда. Это уже музейный экспонат, музейная реликвия, то есть, мы туда, и люди, они нас как бы вот делегировали. Сделайте это, это и для нас, это действительно мы делаем для людей. Знаю, что за вашу карьеру случались очень серьезные внештатные случаи. Можете рассказать о самом, может быть, страшном, опасном приключении? Ну, самое страшное, если это можно назвать приключение, конечно, это оверкиль, или фулл капсайз, как иностранцы говорят, то есть, переворот яхты на 30-60 градусов, то есть, мы, причем, перевернулись с кормы через нос, вот так, на волне, но волна 10 метров, то есть, трехэтажный дом, и ветер 60 узлов, это 30 метров в секунду, то есть, и нас уже несло по Тихому океану, это в районе Олеводских островов было, то есть, мы как раз покинули территорию, территориальные воды России, вот, и вышли в Тихий океан за Берингово море, уже из Берингового моря, и этот шторм нас прихватил, тогда, собственно говоря, не было, у нас не было такой аппаратуры совершенной, как сейчас, которая может нам дать наиболее точные прогнозы, вот, и, в общем-то, раздулось 30, 40, 50, 60 узлов, это, ну, это страшно, и волны все возрастают, возрастают, и мы уже назад не могли вернуться, то есть, мы от земли оторвались, и дул, в общем, нас с севера на юг несло, где-то на Гавайские острова, ну, до них еще 2000 морских миль, вот, и не вернуться, не повернуть, только вот по шторму рулить, ну, и рулили, день мы отстоялись, а в ночь уже невозможно эти волны-то работать, потому что, ну, фонари-то вокруг, в океане-то не стоят, не видно, откуда прилетит, ну, прилетело, прилетело так, что вот ударило с кормы, и мы пошли переворачиваться, в это время, ну, у нас вахта по два человека, стоял на штурвале, стоповом кикать, Сергей Борисович, вот, но он был застрахован, у него была лямочка полтора метра, он застегнут за палубу судна, вот, яхты, и когда он переворачивался, вот этот удар произошел, мачтами мы стали переворачиваться, мачтами ударились об воду, подветренные ванты, троса, которые держат мачту, они лопнули, и мачты сразу сложились, и мы быстро кувыркнулись, то есть фактически я вот находился внутри, ну, секунды четыре, то есть вот раз, два, три, и опять встали, если бы мачты не сломались, то, возможно, мы бы не так быстро не перевернулись, и мы бы, может, так и остались в положении, но, наверное, может быть, встали потом, потому что у нас киль балластный, как Ванька-встанька, яхта, но это вот не знаю, что бы произошло, и, в общем-то, представляете, А что чувствовал человек, даже трудно представить, который находился за штурвалом, получается, под водой, находился эти четыре секунды. Да, вы знаете, когда яхта стала переворачиваться, он, естественно, к ней был привязан, ну, и, в общем-то, он вращался вместе с яхтой под водой, и вот, что он чувствовал, он потом, конечно, рассказывал, задержал дыхание, знал, что он, ну, что это еще не конец, я внутри подумал, что это, в общем-то, все, ну, и, естественно, вся жизнь перед глазами промелькнули, когда переворачиваешься, но когда она встала на ровный киль, мы, я, когда стал, вот, оттуда изнутри стал вылазить, представляете, когда яхта перевернулась, она находилась кверху килем, вот у нас внутри там шкафчики, паёлины там вот эти вот все, все открылось, и все оттуда высыпалось, вывалилось, люди, одежда, водичка, продукты питания, и когда она опять встала на место, на ровный киль, яхта, вот все, что вывалилось, оно на место не легло, и к шкафчику не закрылись, то есть это как в бетонномешалке, примерно, вот один оборот вот так вот прокрутило, пока через все это вот наверх вылез, а и не могу понять, потому что были мачты, ничего не вижу, вот просто пена стелется по воде, и вот эти же валы и все, но мы уже больше не перевернулись, потому что центр тяжести опустился вниз, и, ну, яхта стала остойчивее, и никого нет, ни мачт, ни парусов, ну, там и паруса-то были у нас, убраны, и причем мачта, когда падала, она ударила по спасательному плоту, и тот улетел, ну, то разбила она плоту, он улетел, то есть средства спасения, если яхта утонет, у нас не было, вот, и еще, что было усугубляющее, что в первую же секунду мы потеряли связь с землей, с большой, потому что все средства связи, все антенны, они у нас остановлены были на мачтах, ну, а тогда об этом-то и не думали, и у нас, конечно, был еще спутниковый буй, Каспас-Сарсат, это спутниковый СОС, но о нем никто не думал, потому что корпус цел, манитоним, все люди на борту, Сергея мы, естественно, вытащили, так вот, когда мы его вытащили, вот эта вот, лямка-то вот привистая, вот здесь нержавеющая застежка у него, так вот, она у него вот так вот выдавлена была, то есть, понимаете, это с такой силой его под водой вращало вокруг яхты, там все в шоке были, конечно. Он после этого не решил прекратить свое путешествие? Да нет, все нормально. Вы решили не сообщать, все, люди целы, продукты не вывалились? Да, продукты никто не думал, главное, люди целы, яхта на плаву, и можем двигаться. То есть, решили продолжить, все нормально? Ну, мы, во-первых, не решили, а мы должны были добраться до берега, то есть, мы вот эту ночь, остатки ночи, вытаскивали обломки рангута, текелажа на палубу, мы как кое-как вот при Найтовеле, каждая мачта у нас сломалась в районе нижних краспиц, плюс погнуто была верхнюю часть мачты, грот мачты, мы только смогли только подтащить и завязать, но двигатель работал. И мы весь следующий день еще по этим волнам шли к острову Кадьяк, можно на карте это все увидеть, вот, и, ну, у нас карта была единственная, вернее, у нас были электронные карты на компьютере, плюс тогда в обязательном порядке полагалось иметь набор бумажных, я не знаю, сколько у нас было листов, это был вот примерно вот такой рулон, ну, он вот так вот, вот этот рулон, где-то 60 килограмм у нас было бумажных карт, я нашел нужную карту, у нас был еще карманный GPS-приемничек, который там не порвался кабель, у нас GPS-приемники, они были на, разнесены тоже там по мачтам, вот, и этот достал приемничек, ну, еще допотопные тогда первые приемники были, но примерно за полчаса он определил свои координаты, я эту карту расстелил, поставил точку, где мы находимся, потом еще время какое-то прошло, мы идем, примерно рулим так, ну, по магнитному компасу, что вот, чтобы шторм нас несет на Гавайские острова, нам надо туда вот, на Аляску немножко подворачивать, вот, через полчаса еще раз координаты замерили, поставили вторую точку, естественно, сделали прокладку, линию, куда она снесет, скорректировали по магнитному компасу, вот, и вышли на остров Кадьяк, куда нам мы хотели, вот, и еще что помогло, компьютер-то работал, аккумуляторы не сорвало, они были закреплены, вот, двигатель работал, но у нас оборвало антенну GPS-кабель, но у нас еще была антенна спутниковой связи и на Marsat-C, она включает в себя еще приемник GPS, то есть, у меня был запасной кабель к этой антенне, 6-метровый, мы через иллюминатор кабель вывели, а антенну скрутили с мачты, она целая стала, с кабелей только порванной, прикрепили, привязали веревочкой на леерную стойку, и кабелем соединили через иллюминатор на компьютер, я, собственно говоря, восстановил электронную картографию, и мы уже, когда подошли к острову Кадьяк, а там очень мелко, поэтому нужно иметь подробную карту, и мы уже восстановили электронную картографию, и смогли через эти миляки пройти в маленькую бухточку, она называется Old Caguya Bay, можно посмотреть на карте, и там мы где-то еще 30 часов зашли, вокруг дует 50-60 узлов, а там гладкая вода, и фактически тишина, встали на якорь, и вот мы раскручивали тросики, мочечки, болтики, гаечки, и вот укладывали обломки нашего ранго, там мачт, на палубу, все это, она не потерялась, мы его не обрубили, вот, и все это, когда мы вот примерно за полтора суток сделали, потом пошли есть на Кадьяке, город Кадьяк, вот, это наша русская, Павловская гавань, то есть, это наша русская Америка, то есть, вся, все восточное, западное побережье Америки, до Сан-Франциска, там наши русские поселенцы и сейчас еще живут, староверы живут, с молодежью мы общались, то есть, ну, это настолько интересно, именно наша российская, русская история, вот, вы знаете, я вам об этом могу говорить вечно, поэтому, вот, вы все равно же это, лучше спрашивайте, я буду отвечать, вот тот человек, я вам рассказал, что он почувствовал, но мы на Кадьяке восстановились за две недели, американцы нам заварили мачты, 60 долларов в час брали, два дня варили, и полностью продолжили путешествие и завершили эту кругосветку. Поддерживаете малый бизнес Америки, значит, да? Как отбираете экипаж? То есть, у вас какой-то конкурсный отбор? Обязательно, ну, какой конкурсный отбор? Первоначально, когда мы строили яхту, у нас была идея построить яхту, дойти до Ленинграда, это 87-й год, когда мы закончили строить яхту, то у нас уже и СССР развалился, Россия, и Ленинграда нет, Санкт-Петербург, и вообще мы строили коммунизм, а в 90-е уже начали строить капитализм, то есть, совсем другое, но кто строит, тот идет, цель осталась, дойти до Питера. Вот я сказал уже, через экипаж при строительстве прошло человек 20, первоначально 5 человек, которые решили, да, будем строить, и я в их числе, я из них один остался, вот, но к концу строительства осталось 7 человек, которые не бросили, по разным причинам, то кого-то ценностные ориентации сменились, кого-то жена не пустила, кто-то умер, такое тоже было, но вот эти 7 человек, которые завершили строительство, мы и пошли всемиром сразу, вот, до Санкт-Петербурга, и сейчас эти же принципы остаются, потому что надо с человеком, ну, если не путь соли, ну, хотя бы что-то, чуть-чуть вот соли, попробовать, или вместе потереться надо, посмотреть, чего он стоит этот человек, ведь самое главное, это желание, есть желание, ты делай шажки к реализации вот своей мечты, а то можно вот на диване просидеть всю жизнь и ничего не сделать, хочешь, и я всегда, хочешь, хочу, приходи работать, приходят, раз, два, пришел, пропал, и не надо отбирать, вот в эту естественный отбор, естественный отбор идет, естественно, вот в эту экспедицию у нас люди собраны фактически со всей России. Я знаю, даже женщина должна была с вами да, да, она ходила, но доктор, соответственно, она комплектовала нам и судовую аптечку, и медицинский осмотр прошли мы все в начале и так далее, но она была должна в Чили присоединиться, но это когда мы уже по-тихому, но судьба так распорядилась, что туда мы не дошли до именно западного побережья, Южной Америки, вот, поэтому, ну, другие моменты, значит, впереди все есть, значит, не судьба еще пока, вот, ну, у нас женщины ходили на корабле там, и как, успешно? ну, да, нормально, я вам скажу так, если я у вас времени отнимаю, я вам скажу, вот, допустим, есть такой российский корабль «Штандарт», построен в Питере по чертежам Петра Первого, там, Володя Мартусь, капитан на этом судне, и мы с ним встречались на международных регатах, вот, регата «Толши Прейс», в пятом году встречаемся, и у него на штандарте, он каждый год участвует в этой регате, вот, и у него в основном получается так 40-60 девчонок и 20 мальчишек, я его спрашиваю, Володя, а что так-то, почему у тебя девчонки-то в основном экипажи, так, ты знаешь, мы каждый год объявляем набор, и принцип тот же самый, строишь, идешь, то есть, готовишься, принимаешь участие, значит, пойдешь, и каждую осень к нам, ну, на следующее лето, к нам приходит, допустим, там, 80-100 мальчишек, и там, 80-60, там, или 60-40 девчонок, и всю зиму мы готовимся к этому нашему толшепрейсу, там, там много, несколько регат сразу, занимаемся, что-то там, делаем, к весне остается 20 мальчишек и 40-60 девчонок, то есть, они намного прилежнее, намного, ну, действительно, вот, факт есть факт, поэтому, я сказал бы так, женщины на корабле, это нормальное явление, вот, тут все зависит не от женщины, а от мужчин, поэтому, все нормально. Вот там же очень сложно находиться, вот я сегодня посетила яхту Сибирь, вообще замкнутое пространство, маленькая яхта, небольшая, да, укачивает, это же страшно. Укачивает, да, в общем-то, из-за этого, вот, в эту экспедицию мы два человека у нас покинули из основного, именно, экипажа, то есть, ну, видите, человек обычно прикачивается, то есть, день, два, три, и потом он уже адаптируется, ну, тупость какая-то в голове остается, именно, серьезно, это тупизм какой-то, вот у меня. Бывает все провалы в памяти, я слышала, даже такое бывает, да? Не знаю, у меня не было, ну, наверное, бывает, вот, ну, вот, как только наступил на берег, все сразу проходит, да, единственное, качать начинает, вот, на яхте, когда ее постоянно качаешь, и находишься вот в этом, вот, в балансе, там все нормально, вышел на берег, а она твердыня, и вот кажется, что она качается под тобой, ну, сутки, двое, потом тоже проходит, так вот, это морская болезнь, ну, вот, человек не смог прикачаться, вот, Сережа Лебединский, он и готовил яхту, и все, и мы, значит, до Диксона дошли, потом назад, до Харасовей дошли, все, и мы его на большую землю отправили, аж на вертолете, потому что, ну, все, он уже желудок начал, там, с кровью выплевывать, то есть, у кого-то печень отказывает, у кого-то желудок, или еще что-то, ну, не прикачался, такие бывают случаи, у меня вот это второй такой случай, в 2005 году у меня тоже был матрос один такой, но есть и другие, вот, я не буду говорить про адмирала Нельсона, который вот всю жизнь не смог, да, всю жизнь не мог прикачаться, но у меня был матрос, который вот он, извините за выражение, вот его рвет внутри, а он воду откачивает, все равно вот он работает, то есть, это уже и сила воли, и желание, как сказать, ну, и потом, если каждый не будет делать то, что от него требуется, ведь жизнь, вот, в море и на яхте, а каждого зависит от каждого, особенно вот, ну, на вахте стоит человек, да даже воду качаешь ты внутри, мы же утонуть можем, то есть, это единая команда, единый организм, лодка вместе с экипажем, и здесь они должны действовать, ну, и с единым духом. Как семьи относятся к вашим экстремальным экспедициям? Не говорит, все, уже хватит. Ну, вы знаете, ну, как хватит? Прошу все пути? Конечно, говорят, но так уж, если отметить, я вот занимаюсь парусом, то уже 57-57 навигация, вы еще директор яхт-клуба русского. у нас сотня ребятишек занимается парусом, но я знаю, что им надо, я сам начинал, вот, в 64-м году вот этим заниматься, вот, а женат, извините, только 46 лет, поэтому, ну, какой может быть разговор? знала, за кого идет, ну, это шутка, конечно, ну, жену не брали никогда в экспедицию? В экспедицию нет, а так, конечно, какие-то вот походы на яхтах, гонки и так далее, которые на день, на два, естественно, ходили и с внуками, и с детьми, но у меня две дочки, как-то они не прижились в парусе, а внуков трое, вот старшая внучка тоже она, а два внука занимаются, им нравится, то есть, это здорово, вот, поэтому дай бог тоже. Сергей Борисович, мы тоже вам желаем удачи, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию, в честь нашей встречи хочу сделать вам подарок, это фильм документальный в условиях военного времени нашего телеканала, посмотрите на женском подвиге в годы Великой Отечественной войны, и программа о немецкой культуре и Ивана. Спасибо большое, я хочу вам что, вручить символ нашей экспедиции, то есть, вот, здесь как раз маршрут нашей, глобатной экспедиции, ну и, естественно, вторая его часть, возвращение, посвященному Великой Победе, это нацгод Победы, вот, я думаю, у вас в студии, вот это... Мы идем в достойное место, спасибо большое. Да, очень подходит к вашему плачу. Да, спасибо еще раз, приезжайте к нам, будем ждать, обязательно заходите на телеканал Север. Спасибо. Напомню, это была программа Актуальное интервью, сегодня у нас в гостях был капитан яхты Сибирь, Сергей Щербаков, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин